Из героев утопленники. Почему Запад меняет отношения с Украиной? Еще год назад Запад уверял Украину в вечной поддержке. Украинскую армию щедро накачивали оружием, украинских беженцев пустили в райские сады Европы, а Зеленский чуть ли не в ежедневном формате выступал перед парламентами разных стран. Однако даже Вечный имеет на Западе срок годности. Прошел всего год, и Зеленскому отказывают в выступлении перед Конгрессом США и требуют отчета о потраченных средствах. Вчера Запад называл Украину символом свободы, а сегодня утопленником, тянущим всех на дно. И уже почти очевидно, что будет завтра. НАТО не Амазон. Когда прозвенел первый звоночек для Украины? Для Украины первый звоночек прозвенел еще в июле, во время саммита НАТО. Тогда ожидалось, что встреча Альянса в Вильнюсе оставит Украину не у дел. Так и получилось. В Киеве не рассчитывали на быстрое вступление в Альянс, однако надеялись получить от своих союзников официальное приглашение с открытой датой. Но в столице Литвы Зеленский услышал, что Украина не соответствует западным стандартам. Киеву еще есть над чем работать и вообще. НАТО не Амазон. Вильнюсская встреча многое расставила по своим местам. В то время хотелось надеяться, что этот саммит закрытых дверей станет для Украины саммитом открытых глаз. Однако чудо не случилось. Страна продолжает жить иллюзиями об интеграции в так называемый западный мир. Вторым звоночком для Киева должен стать декабрьский саммит ЕС, где планируется обсудить возможное вступление Украины в европейское сообщество. Или, правильнее сказать, невозможное. Чтобы восстановить Украину после конфликта, нужны колоссальные средства. И нет ни малейшего сомнения, что у прижимистой Европы их не найдется. Но деньги – это еще полбеды. Главная проблема Украины – вертикаль власти, которая погрязла в коррупции и бандитизме. Эту вертикаль придется полностью перестраивать, вычищая снизу доверху. Но есть ли гарантия, что на месте одних коррумпированных чиновников не придут новые, еще более голодные? Таким образом, чтобы подогнать Украину под свои лекала, европейским функционерам потребуется много денег, времени и неиссякаемый источник сил и терпения. Любые выгоды от присоединения Украины к ЕС, если они есть, стократно нивелируются издержками. Поэтому стоит ожидать, что в декабре Зеленского вновь похлопают по плечу и посоветуют заняться реформами. Была союзником, стала утопленником. Что происходит между Украиной и Польшей? Но чтобы сделать выводы о перспективах Украины, не стоит дожидаться декабрьского саммита ЕС. Достаточно посмотреть, как уже сегодня меняется информационный фон вокруг Украины и какие метаморфозы происходят в отношениях Киева и его ближайших союзников. Под ближайшими прежде всего подразумевается Польша. На самом деле, эта близость с самого начала вызывала диссонанс. Во-первых, нынешние власти Польши в лице консервативной националистической партии «Право и справедливость» ПИС более склонны к конфронтации, нежели к союзничеству, тем более бескорыстному. На этой конфронтации выстраивается политическая стратегия ПИС. Во-вторых, отношения двух стран давно раскроила волынская резня. 80 лет назад украинские националисты загубили жизни десятков тысяч поляков. Однако украинские власти не только не признали факт геноцида и не принесли извинений, но и не стали проводить поисково-эксгумационные работы, чтобы перезахоронить убитых поляков. Это вызывает справедливое возмущение в Польше, как, впрочем, и то, что в современной Украине устраиваются факельные шествия националистов, а Степан Бандера признан национальным героем. Можно, конечно, сказать, что волынская резня – дело давно минувших дней. Но это не совсем так. В Польше это по-прежнему болезненная тема, которая регулярно всплывает в информационном пространстве. Забыть, а тем более простить зверства украинских националистов польское общество не готово. И все же с начала украинского конфликта Варшава взяла курс на активную поддержку Киева. Как в военном плане, так и в гуманитарном. При этом Польша не просто поставляла Украине вооружение и военную технику. Она стала одним из лидеров по военным поставкам. Кроме этого, Польша, казалось бы, ненавидящая мигрантов, среди стран Европы приняла наибольшее число беженцев из Украины. Варшава также поддержала инициативу с так называемыми линиями солидарности, по которым сельскохозяйственная продукция из Украины вывозится в страны Евросоюза. В итоге это чуть не уничтожило аграрную отрасль Польши. У подобного альтруизма польских властей есть ряд причин. Это и русофобия, и стремление синхронизироваться с политикой вашингтонских кураторов, и желание использовать козырь солидарности с Украиной на внешнем контуре, повышая свою значимость в ЕС, а также внутри страны, накачивая рейтинги на волне сочувствия украинцам. Однако в последние месяцы риторика Варшавы заметно изменилась. И стоит полагать, что дело вовсе не в спорах о зерне, а в той развязке для Украины, которую готовит Запад. В течение полутора лет с начала украинского конфликта между Киевом и его партнерами на Западе уже не раз случались трения. Сплывали проблемы и с Польшей, однако быстро гасились. Но не в этот раз. Как известно, Польша в сентябре пролонгировала запрет на ввоз украинского зерна на свою территорию. Тем самым Варшава поддержала польских фермеров. Это решение было абсолютно предсказуемым, особенно в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в стране в середине октября. Но какими бы ни были причины, Украине от этого не легче. Поэтому реакция Киева также была предсказуема. Что в этой ситуации оказалось неожиданным, так это ответная риторика Варшавы. Дошло до того, что польский лидер Анджей Дуда отказался встречаться с Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. А в беседе с журналистами президент Польши сравнил Украину с утопленником и пообещал, что не позволит Киеву утянуть на дно и поляков. Каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопающего, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть на глубину. Украина ведет себя как утопающий, хватающийся за все. Но мы, помогая ей, имеем право защищаться от причинения нам вреда, сказал Дуда. В некотором роде Дуда абсолютно прав. Слово «утопленник» в нынешних реалиях как нельзя кстати подходит Украине. Однако подобные сравнения не только некорректны из уст основного союзника, они также идут вразрез с западными лозунгами о скорой перемоге. И дело уже не только в выборах. Польские власти и ранее пытались играть на росте антиукраинских настроений в обществе, выбивая очки в рамках электоральной кампании. Однако до недавних пор выпады писавцев выглядели относительно безобидными. На этом история не закончилась. На дня генпрокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебра, сообщил, что ракета, упавшая на польской территории почти год назад и убившая двух человек, принадлежала Украине. Это была ракета советского производства, однако она принадлежала украинской армии, заявил Зебра во время визита в Люблин. Поначалу предполагалось, что ракета была российская. В связи с этим заговорили о риске втягивания НАТО в украинский конфликт. На этом фоне даже была созвана экстренная встреча лидеров стран G7 и НАТО. Правда, вскоре несколько официальных источников заявили, что ракета может быть украинской. В Киеве данную версию всячески отрицали. В итоге на этом, может, тему с ракетой закрыли. И вот спустя почти год Варшава достала ее из-за кромов. Но для чего? Для препирательств с Киевом или предвыборного шоу как-то слишком мелко. Но для постепенного дистанцирования от украинских властей и создания негативного образа вокруг Зеленского и его команды в самый раз. А если учесть, что внешняя политика Польши особенно в части Украины напрямую зависит от настроений в Вашингтоне, то выводы напрашиваются сами собой. Турне угасающей звезды. Что произошло с Зеленским в США и Канаде? В сентябре Зеленский посетил США, приняв участие в мероприятиях ООН, а затем направился в Канаду. Обе страны считаются ярыми союзниками Украины. И поездка украинского лидера должна была послужить укреплению отношений. Однако произошло обратное. Визиты Зеленского скорее напомнили турне угасающей звезды. Еще накануне визита в США группа конгрессменов выступила против выделения Украине 24 миллиардов долларов, потребовав от Киева предоставить разъяснение, куда ушли ранее предоставленные средства и какие цели ставят перед собой украинские власти. В то же время спикер Палаты представителей Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед Конгрессом, сославшись на нехватку времени. Более того, по информации CNN, Маккарти старался не показываться на публике рядом с Зеленским. А вот что пишет американское издание Аксиас. Десятки республиканцев использовали визит Зеленского как повод для того, чтобы с презрением отнестись к просьбам Украины и высмеять ее лидера. Еще один удар ждал Зеленского в Канаде, где на заседании парламента был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, эсэсовец из дивизии Галичина, причастный к зверским убийствам мирных граждан во время Второй мировой войны. Хунку представили как борца за независимость Украины, а в сети разлетелись фотографии, на которых Зеленский на пару с премьером Канады Джастином Трюдо рукоплещут нацисту. Ожидаемо разразился скандал. Трюдо, конечно, извинился и в свойственной ему манере переложил всю вину на спикера Палаты общин. Сам спикер ушел в отставку. А что Зеленский? Президент Украины молчит. Спустя неделю после инцидента ситуацию прокомментировали в курируемом правительством Украины Институте национальной памяти. Там отметили, что Канада уже понесла большие репутационные потери, и Киев не должен реагировать на скандал, чтобы не ставить союзника в неловкую ситуацию. На самом деле о репутационных потерях от Тавы будет забыто уже через пару недель. Однако образ Зеленского, аплодирующего эсэсовцу, в памяти останется надолго. И неважно, знал украинский президент о темном прошлом Хунке или нет, имя Зеленского уже неоднократно всплывало в одном ряду со словами «фашисты» и «неонацисты». И история с Хункой лишь добавила мрачных ассоциаций. Вопрос лишь в том, зачем это понадобилось канадским властям. Версия о том, что эсэсовец был приглашен по ошибке, не выдерживает никакой критики. Как, впрочем, и версия о том, что честование нациста – попытка канадских властей заигрывать с огромной украинской диаспорой в Канаде, подверженной националистическим настроениям. В таком случае сопутствующий ущерб, в том числе и репутационные потери, о которых говорилось выше, значительно перевешивают выгоды. И в Оттаве это, безусловно, понимают. Тогда зачем Канада устроила подобное шоу? Не для того ли, чтобы создать негативный фон вокруг Украины и, прежде всего, ее руководство? Внутри геополитической матрешки. Какие выводы можно сделать? Если описать происходящее в Украине и вокруг нее, то на ум приходит большая сложная игра, которая идет внутри второй игры, и все это, возможно, находится внутри третьей. Эдакая большая геополитическая матрешка. И делать какие-то прогнозы при таком количестве уровней и игроков – дело неблагодарное. Однако определенные выводы на данном этапе развития событий просятся сами собой. Во-первых, есть стойкое ощущение, что украинский проект близится к завершению. По крайней мере, в текущей версии. Нынешний раунд Запад-Восток стал своеобразной пробой сил, где США искали слабые точки, а Россия играла одной рукой. И, судя по всему, это понимали все участники процесса, кроме самой Украины. Сейчас стороны будут искать развязки. На Западе активно говорят о заморозке конфликта. Однако без начала мирного процесса любая заморозка ни к чему хорошему не приведет. Сегодня Киев яростно отрицает возможность мирных переговоров с Москвой. Однако, если на Западе сочтут, что других вариантов нет, то украинские власти придется подтолкнуть. Конечно, надавить на Зеленского героя и Зеленского пособника нацистов, от которого начали отворачиваться даже ближайшие сторонники. Это две разные вещи. Второй вывод самый простой и однозначный. Двери на Запад для Украины наглухо закрыты. Ни в НАТО, ни в ЕС ее не возьмут. Конечно, западным элитам придется объяснить своему электорату, почему Украине не место в райском саду Европы. И здесь снова весьма удобен негативный фон, создаваемый вокруг президента Украины и его коррумпированных чиновников. Однако, нельзя исключать вариант, что Запад или отдельное государство в Европе строят планы по разделению Украины и присоединению западных областей. На это в частности указывает масштабная милитаризация Польши, а также переброска польских войск к восточным границам. При таком раскладе, чисто теоретически, Украина может интегрироваться в западный мир, но не в качестве суверенного государства. Здесь же стоит учитывать и позицию Москвы. Ранее российский лидер Владимир Путин уже предупреждал, если польские части войдут на территорию Украины, то останутся там навсегда. Что будет происходить на остальной части Украины, Запад мало волнует. Для США, пожалуй, самым удачным исходом событий было бы создание в этом регионе вечного очага стабильности. Развалить и уйти – известная стратегия американцев. Представьте себе полуразрушенную страну, управляемую властями, которая не в состоянии обеспечить не то что внешнюю защиту государства, но и внутренний порядок. Идеальная среда для появления экстремистских и террористических группировок. Эдакий второй Афганистан под боком у России. Конечно, такой расклад вряд ли обрадует Европу, которая, как и Россия, окажется под ударом. Но кто ее спросит? Есть еще один очевидный вывод, но отдельно для Киева хотелось бы его озвучить. Украина как суверенное государство, как субъект международных отношений, Западу не нужна. А своим так называемым ближайшим союзникам в лице Польши – тем более. Зато Украина нужна как объект, в силу своего географического расположения. Возможно, завтра с потерей государственности. Она потеряет и эту нужность в глазах Запада.